Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о жизни в Северной Италии. И сегодня я приехала в Outlet Novento di Piave, провинции Венеции. И приглашаю вас вместе со мной на прогулочку по магазинам. В сегодняшнем видео мы посетим такой магазин, как Cocinelle, по вашим просьбам. Это магазин сумок и аксессуаров. Я вам покажу обзор этого магазина и цены, а также трусарды. Мы находимся, как вы видите на карте, 43 километра от Венеции. Это 36 минут по автостраде. Поэтому, если вы будете тем летом в курортных городах, таких как Бибионе, Езело, Каурле и Линьяно, то можете, конечно, приехать в этот Outlet и посетить его. Ну или, например, Венеция, это еще ближе. И хочу напомнить, что 6 июля начнутся летние распродажи. Ну вот мы пришли в магазин Cocinelle. Как вы видите, я сюда приехала на выходные прошлые, которые уже прошли. Сегодня у нас вторник, 30 мая. И на выходных был летний Black Friday. Поэтому во всех магазинах были какие-то акции. Например, в магазине Cocinelle на цену Outlet было 30% скидка на все. И сейчас я вам хочу показать, в общем-то, более досконально обзор этого магазина и, конечно же, цены. Сразу меня привлекли вот эта модель сумочки. Вы видите, есть очень много цветов на выбор. Мне, как вы знаете, очень нравятся маленькие сумочки по размеру. И вот это вот, посмотрите, какая она внутри. Здесь можно носить с двойной цепочкой. Тогда ручки короче. Либо можно ее сделать только на одной цепочке, и она становится длиннее. Мне нравится носить, когда более длинная цепочка. Очень интересная эта модель. Мне она очень-очень понравилась. Смотрите, есть два разных тона бежевого. Это красно-малиновый цвет. Ну, а также вы видите золотой, оранжевый, вот такой вот синий-голубой, бирюзовый цвет, белый, серебряный. Действительно большой выбор цветов. Полная цена 230 евро. 149 евро цена Outlet всегда. Да, и сейчас на нее еще 30% скидка. Эта сумочка стоила 240 евро в магазинах и 155 евро цена Outlet. Ну, а сейчас 30% еще скидка с цены Outlet. Так что, конечно, в эти выходные было очень выгодно сделать сделки, можно сказать, во многих магазинах. В этот сезон, не знаю почему, меня привлекают именно белого цвета сумочки. Да, действительно, вот я все время смотрю, и вот только белый цвет меня привлекает. Может быть, потому что очень давно у меня не было такого цвета. Здесь вы видите сумочки за 146 евро цена Outlet. Это последняя цена, потому что это конец серии. То есть, эти сумочки уже больше производиться не будут. Поэтому на них хорошая скидка. Ну, не могу сказать, что мне очень нравился такой фасон. Но я вам показываю обзор всего магазина, чтобы вы видели, какой есть выбор. Вот такая сумочка. Показываю, какая она внутри. Я, конечно, одной рукой держу телефон, другой снимаю. Неудобно. Но как могу, так вам показываю. Так что уж извините. Как получается. У нас сегодня очень-очень жарко. И в этом магазине, несмотря на то, что работает кондиционер, действительно очень жарко. Даже сами продавщицы возмущаются, насколько им жарко. Тоже на цепочке. Половина, вы видите, из ремешка, половина цепочка. Вот такой вот цвет. Тоже маленькая. Но по сравнению с той первой нравится мне меньше. Так вот она выглядит внутри. Тоже есть кармашек. И кармашек на молнии. Вот такое большое отделение. Стоит такая сумка 185 евро в магазине и 135 евро в аутлите. Ну, еще вот такой вот фасон сумочки. Но я считаю, что эта сумка больше похожа на кошелек. Сейчас я вам ее покажу поближе. Видите, какой тоже здесь выбор цветов есть. И белый, и серебряный. Значит, цена в магазине, сейчас посмотрим, 210 евро. И цена аутлита 135 евро. Ну, вот видите, серебряная, золотая, белая, бежевая. Ну, вот такая вот. Покажу, как она внутри. Да, ну, видите, ну, это кошелек с обоих сторон. Здесь что-то можно положить. Ну, тоже это для любителей маленьких сумочек и, так скажем, минималистов. Ну, вот такая вот. Заканчивается она ремешком, чтобы было удобно на плече носить ее. Потому что иногда цепочка, как бы, больно от нее становится, если долго носить. Еще вот такой вот фасон сумки тоже. Здесь тоже ручки, цепочки. Полная цена 210 евро в магазинах. И 135 евро цена аутлита. Еще мне понравились вот такие. У нас их называют марсупьио. Они, конечно, удобные. Одел на талию и пошел. Сейчас модно также их носить, типа, как сумка почтальона, так скажем. Вот. Мне она понравилась. Я бы, может быть, тоже взяла беленькую. Но у меня слишком широкая талия сейчас. Поэтому я ее не смогу одеть именно конкретно на талию. Еще вот такой фасон сумочки. Чем-то мне напоминает, конечно, фурла. Вот этот фасон. Он полная цена в магазине стоит 298 евро. И цена аутлита 195 евро. Да, ну вот интересненькая. Мне такой фасон нравится. Еще есть точно такой же фасон, но по размеру больше. Видите, точно такая же. Хочу сказать для тех, кто не знает. Кочинелли – это итальянский бренд. Он создан, он основан в 1978 году в Италии, в городе Парма. И, в общем-то, считается итальянским брендом DOC. То есть он и производится в Италии, и также весь материал покупается в Италии. Да, и вот смотрите, да, видите, это стоит столько же, сколько и белое, просто серого цвета. И сейчас я хочу вам показать, сколько стоит вот эта модель побольше. Цена в магазине 360 евро. И цена аутлита 229 евро. Ну и, в общем, я хотела сказать, что этот бренд полностью изготавливается в Италии. И весь материал тоже покупается в Италии. Поэтому, если вы хотите из Италии привезти себе действительно продукцию, сделанную, то есть вещь, сделанную в Италии, то, например, сумки, да, то это, конечно, советую Кочинелли и Фурла. Ну, конечно, если она вам нравится. Ну, вот еще такие сумочки. Видите, 56 евро всего. Посмотрите. Но это больше тоже как кошелек, хотя ее, конечно, можно носить так же, как сумочку разных цветов. Да, и вот такая. Но она чем-то похожа на рюкзак, только эта сумка есть, конечно, кому нравится. Она очень вместительная. Открываешь сразу, видишь, что находится в сумке. Такая стоит полная цена 230 евро и цена аутлита 149 евро. Как вы видите, цены здесь намного ниже, нежели в магазинах. Да, вот здесь, например, на этом стенде 40% скидка, да, на эти сумки. Но если вы сюда попадете, вот как сейчас был уикенд Black Friday, или, например, на летнюю распродажу, которая начнется 6 июля, если вы будете здесь поблизости в июле, да, вот с 6 июля, то, конечно, приедьте, потому что на цену аутлита еще будут скидки. Да, так что, конечно, очень выгодно. Также хочу сказать, что вы здесь не найдете новую коллекцию, естественно. Да, новая коллекция, которая сейчас новая, появится, ну, может быть, зимой. Да, скорее всего, может быть, даже и в следующем году летом, вот в этот же самый период, но в следующем году. Ну, вот такие вот фасоны, да. Ну, вы можете смотреть на цены. Я вам не называла цены тех сумок, которые показывала до этого, да. Вы можете просто остановить и посмотреть. Вот, например, эта сумка стоила 175 евро цена аутлита. Также вы можете здесь найти коллекцию сумок, например, не только прошлогодних и 2 года назад. Вот эта полная цена 225 евро, а цена аутлита 145 евро. В общем-то, очень многие сумки здесь стоят именно 145 евро. Еще вот такой фасон тоже на любителя. Не знаю, мне не очень нравится, потому что мне такой фасон напоминает мужской бьюти кейс. Значит, полная цена 248, сейчас 159 евро. Ну, вот не знаю, почему мне напоминает мужской бьюти кейс, да. Ну, возможно, потому что их такой формы делают. Очень понравилась вот эта сумочка, прям очень. Такой сундучок, фасончик. Правда, цвет мне этот оранжевый не нравится. Вообще, я не очень люблю оранжевый цвет. Ну, вот полная цена этой сумки 298 евро и сейчас 195 евро. Посмотрите, как она открывается. Такой замочек интересный, да. То есть, эта сумка сама по себе не откроется точно. Вот что интересного, такое, как винтажная такая, такой замочек. Помню, у моей бабули такие сумки были. Я в детстве играла, и вот у нее именно сумки закрывались вот таким вот образом. Или как замочек, когда поворачиваешь, да. Вот еще, ну, мне больше вот такой оранжевый нравится, нежели тот. Но эта сумка такая более летняя, я ее вижу. И фасон тоже мне не очень. Но опять же, у нас у всех свой вкус, как говорится. Что нравится мне, не нравится вам. И наоборот, вообще, мне очень понравилась вот эта сумочка. Очень, прям вот очень. Мне она так понравилась. Да, ну, я любитель маленьких сумочек. Значит, покажу ее, как она внутри выглядит, насколько это возможно. Потому что одной рукой снимаю, а другой рукой держу сумку. Ну, вот такая вот. И длинная цепочка, классно. Мне она очень понравилась. Полная цена 195 евро. Сейчас 139 евро. Она есть только в двух цветах. Вот такой вот голубой, синий, да. Бирюзовый, наверное, это. И белый. Еще вот такая сумочка тоже. И у нее вот такой кармашек спереди сделан. Тоже удобный. Например, что-то положить. Ключи, например. Да. Ну, или даже монеты можно там держать. К примеру, чтобы не носить в кошельке полная цена. Такой сумки 326 евро. И цена Аутлита 209 евро. Да, ну, вот на нее 36% скидка была. Еще вот такая вот сумочка. Да, ну, такая мне не очень. Потому что внутри, видите, она какая-то неудобная. Внутри она какая-то маленькая. Снаружи кажется не маленькая. А внутри действительно неудобно сделана. Значит, такая полная цена стоит 225 евро. И цена Аутлита 159 евро. Ну, в общем, да. Еще вот такие сумочки тоже есть. Маленькие на цепочках. Но здесь цепь короткая. Поэтому ее, может быть, можно одеть на плечо. Но держать ее надо тогда подмышкой. Есть и такой, кому удобно. Ну, просто мне кажется, что такая крупная цепь, чтобы держать сумку саму подмышкой, мне кажется, это будет очень неудобно. Еще вот такой цвет мне понравился. Фуксия. Интересный. И, как вы видите, выбор цвета тоже достаточно большой. Значит, полная цена такой сумки 216 евро. И цена Аутлита 139 евро. То есть, из-за того, что сейчас еще 30% скидка летней Black Friday, то она бы вышла в 100 евро примерно. Так же, как и та белая сумочка, которая мне понравилась. Да. Ну, вот такие сумки здесь. Я вам делаю обзор. Еще вот такие своего рода сумочка-кошелек. Да. Такая полная цена 70 евро. И цена Аутлита 45 евро. Да. Так что можно найти вот такие сумочки. У меня, кстати, Коченеля есть, мне кажется, две такие сумочки. Да, две точно есть. Которые вот так вот одеваешь на кисть и носишь. Достаточно удобно. И я там держу все то, что самое необходимое. Маленький кошелек и самые необходимые вещи. Карточка, телефон и так далее. Здесь вот такой стенд. Тут продаются кошельки. Да. Ну, и также можно найти, например, маленькие сумочки-кошельки. Вот. Посмотрите, такой кошелек. Интересно. Тоже закрывается на замочек на такой. Да. Сейчас посмотрим, сколько такой стоит. Значит, полная цена 135 евро. Цена Аутлита 88 евро. Ну, вот еще такая. Это все-таки, я считаю, сумочка. Ну, кто-то, конечно, это тоже использует как кошелек. Полная цена 98 евро. Цена Аутлита 65 евро. Ну, вот такая оранжевого цвета. Еще вот такая тоже сумочка. Ну, это, я не знаю, это, наверное, больше кошелек. Такую можно держать в большой сумке. Цена Аутлита 55 евро. Полная цена 85 евро. Ну, кто любитель больших сумок, конечно, может держать такую в своей большой сумке. И когда нужно, например, выходить только с кошельком. Значит, такой кошелек стоит 147 евро полная цена и 95 евро цена Аутлита. Ну, все кошельки, конечно, вам показывать не буду, потому что здесь много разных моделей. Да, вот такой же есть и апельсинового, оранжевого цвета. Да, много разных моделей. Покажу только некоторые. Вот, например, это 76 евро полная цена. Цена Аутлита, мне кажется, было написано 55 евро. Здесь такая цепочка, которую можно вот на руку одеть. Да, ну и своего рода как сумочка. И сумочка, и кошелек, да. Ну, кому как угодно нравится использовать. Как вы видите, много вот такого бирюзового цвета и в сумках, и в кошельках, и оранжевый. То есть, я заметила, что действительно сейчас именно в Кочинелле много представлено вот этого цвета. 95 евро этот кошелек. Цена Аутлита, как вы видите. Еще, конечно, есть вот такие сумки, большие. Такая сумка полная цена стоит 320 евро и цена Аутлита 209 евро. Конечно, на любителя, потому что она вся открытая сверху, она не закрывается. И из-за того, что она тонкая, такая же, как и эта, очень тонкая, то она будет легко деформироваться. То есть, она должна быть набита, чтобы держала форму. Эта сумка стоит полная цена 290 евро и цена Аутлита 189 евро. Она закрывается вот тоже на такой кнопочке и тоже вся открытая. То есть, она будет, я так считаю, очень легко деформироваться. Ну, совсем тонкая. Поэтому это, ну, чисто для коллекционеров сумок, у которых их очень много, просто чтобы менять. Здесь то же самое, видите, полностью открыто. И из-за того, что, конечно, это все кожа, то она со временем, тем более вот такая открытая, я думаю, что она будет со временем деформироваться. Хотя фасон вот этот, как фурла лет 20 назад. Фурла 20 лет назад шила вот такие сумки полностью открытые, прямоугольные, да. И посередине было отделение с молнией. У меня таких 2 сумки еще есть с 90-х годов. Покупала в самом центре Венеции тоже, когда были, мне кажется, зимние скидки тогда были. Такая бордовая есть у меня и такая розовая пудра цвета поменьше. Вот конкретно такой фасон. Эта сумка, да, я ее покупала в Венеции. Так что моя первая фурла была именно такого вот фасона. Значит, эта сумка полная цена стоит 320 евро и цена Аутлита 209 евро. И вот такой вот модели сумки. Эти модель сейчас очень модно. Вот именно конкретно такой формы. Значит, полная цена такой сумочки 225 евро и цена Аутлита 145. А это побольше полная цена 260 евро. И цена Аутлита 165 евро. То есть разница между маленькой сумочкой и большой всего лишь в 20 евро, да. И я, кстати, тоже очень удивлялась, почему сумка, которая в два раза больше по размеру, стоит на всего лишь там копеечную разницу в цене. И мне объяснили, что маленькую сумку, чтобы сделать, уходит больше времени, нежели когда шьется большая сумка. Это я спрашивала именно в магазине фурла. Да, и опять я вернулась к этому фасону. Уж очень мне понравилась эта сумочка. Очень прямо, действительно, даже не знаю. Вот смотрите, красно-малиновая такая, например, осенью, зимой. Ну, летом я больше вижу почему-то. Вот мне больше нравится вот такой вот бежевый цвет, нежели который рядом, да. И в тенях, кстати, мне тоже нравится больше вот такой оттенок бежевого, нежели который вы видите рядом. Но сейчас мне нравятся почему-то белые сумки. Еще вот такие здесь за стеклом. Есть такой фасон сумочек. Как вы видите, такой красивый оранжевый, такой апельсинового цвета. Ну, и практически я вам показала обзор всего магазина, кроме одного совсем маленького стенда, потому что уже продавщицы на меня стали косо смотреть. И сейчас мы подошли к магазину Труссарды. И я хочу вам показать, что продается. Я никогда не заходила в этот магазин. Как-то меня этот бренд не очень привлекал. Но раз я иду мимо, то решила зайти и посмотреть, какой обзор здесь есть сумок. Напишите, нравится ли вам сумки Труссарды. Сейчас я вам покажу. Вот посмотрите. Вот этот стол, на котором находятся эти сумки и кошельки, они все стоят 59 евро всего. Вот этот кошелек 42 евро, а сумка, значит, получается 59 евро. Вот эта черная, рядом со мной стоят немцы. И, в общем-то, женщина выбирает сумку. Видите, написано 91 евро цена аутлета. Но сегодня 59 евро. Это только потому, что летний Black Friday. Да, ну и вот такой вот фасон очень классический, очень такой, ну, я бы сказала, ну, классический фасон сумки, да, тоже, конечно, для тех, кому нравится классика, скажем так, да. Попробую ее открыть, потому что мне очень неудобно. У меня уже покупка есть в руке. И достаточно неудобно держать в одной руке телефон с покупкой и другой показывать сумки. Но я стараюсь, стараюсь для вас. Да, ну и вот такая бежевого цвета, точно такая же. Вот, как вы видите, рядом со мной находятся туристы. Скорее всего, что они проживают в Бибионы, либо в Езвело, либо в Линьяно, в курортных городах. И одеты конкретно как туристы. Ну и решили посетить этот аутлет. Мне понравился фасон вот в такой сумке. Она достаточно такая твердая. Форму точно не потеряет, однозначно. Значит, я тут смотрю всю цену, а цена на самом деле указана вот здесь на столике. Вы видите, например, эта сумка стоила 185 евро, а сейчас стоит 119 евро. Вот такая вот сумка. И я хочу сказать, что удивилась, что это не кожа. То есть в Труссарде все то, что мы смотрим, это не кожа. Поэтому я, конечно, вам показываю обзор, но у меня интерес как-то пропал, должна сказать. Вот такой фасон маленькой сумочки. Вот так вот она выглядит внутри. Да, эта сумка стоит меньше 100 евро, мне кажется, 80 с чем-то или 70 с чем-то евро. Это надо смотреть вот здесь. Мне кажется, она стоит 89, да. И показываю опять такую же, как коричневая, только белого цвета сумка. Вот. Но она, я должна сказать, очень тяжелая. Из-за того, что это не кожа, то она деформироваться не будет. Она такая же и останется. Но, скорее всего, что ручки будут, может быть, облизать. Такое у меня случилось, к сожалению, с ГЕС сумками, поэтому я их больше не покупаю. Я вообще на протяжении лет 10 покупала себе только сумки ГЕС. И, может быть, ГОЙС вы их называете, да. Но я заметила, что просто облезают ручки. И потом там ничего сделать нельзя. Это смотрится ужасно. Вроде бы сумка новая, поносил 6 месяцев, нужно выбрасывать, потому что ручки облезлые. Поэтому с ГЕСом я все, больше ничего не покупаю. Показываю вам обзор сумок. Ну, вот, посмотрите, 59 евро. Вот этот фасон такой очень интересный. Она на самом деле тоненькая такая, да. Вот. Ну, невиданный фасон, я бы сказала. Поэтому интересный. Вот. Значит, всего лишь 59 евро. Конечно, это не кожа. Тоже вот на таком, как это сказать, пуговице. Да. И такая же есть бежевая тоже. Я видела, что две сеньоры итальянки обе купили такую себе сумку, потому что дешево, ну и потому что фасон интересный, да. Также вы видите внизу есть такие же сумки, только поменьше размером. Но они мне понравились меньше. И вот такая большая сумка, тяжеленная, 117 евро цена Аутлета. Ну, просто очень тяжелая. Здесь уже сама сумка весит столько, как будто она набита чем-то. Она всего лишь пустая. Представьте, если туда еще что-то положить, ну, это надо качаться в тренажерном зале, чтобы такую носить, должна сказать. Не всем подходит. Да, и вот такая вот маленькая сумочка тоже. Ну, опять же, если вам нравятся маленькие сумочки. Вот такие вот. Ну, и вот я вам говорила про то, что, видите, есть сумочки поменьше, такие, как мы видели до этого, за 59 евро. Вообще цена Аутлета 130 евро, цена магазина 200 евро. И сейчас 59 евро, потому что, ну, Black Friday летний. Ну, не знаю, вот маленькая мне совсем как-то не понравилась. Большая еще, да, маленькая нет. Ну, вот так вот она выглядит внутри. Не знаю, как-то вот эта ручка, что она такая, какая-то неудобная. Ну, покажу, конечно, обзор других сумок Труссарды. Вот такая вот с цепочками, красная. Такой у нее здесь висит брелок. Тоже на такой пуговице магнитной. Не знаю, кнопка, наверное, по-русски это называется кнопка, да. На кнопке, вот. Вот такая тоже сумка, больше похоже на такой чемоданчик черная, да, поменьше. Но это такие сумки, я помню, в 90-х годах. У меня точно такая была в 90-х годах на базаре, купленная коричневого цвета. Как вот те, которые мы смотрели, черные до этой. Это тоже такая интересная фасончик, неплохой. Красная тоже сумка, видите, как открывается вот так вот. Тоже здесь такой брелок. Ну, не знаю, я вам показываю просто, чтобы показать обзор магазина, но мне они не нравятся. Вот видите, цены какие, самая дорогая, 119 евро из вот этого всего стенда. Есть также рюкзак, вот, например, черный, любителям рюкзаков. Ну, в общем-то, вот такой вот выбор в магазине Труссарли. Единственное, конечно, этот стенд за 59 евро. Это действительно можно было сделать хорошую сделку, потому что, если сумка стоила 180 евро цена Аутлета, а сейчас 59 евро, и тем более фасон очень интересный. Все, мой день подошел к концу в Аутлете. Еду домой. Есть у меня покупочки. Так что, едем домой, посмотрим, что же я приобрела сегодня. Итак, я вернулась с Аутлета. Теперь я хочу вам показать, у меня тоже есть приобретение в магазине Кочинелле. Вот мое приобретение, совсем маленькое, как вы угадали. Я сейчас вам покажу, что же я купила. Давайте я вам покажу поближе. Итак, сейчас я вам покажу, что же я приобрела. Как вы поняли, у меня приобретение очень-очень маленькое. Вот оно, сейчас я вам покажу. Это своего рода кошелек, вот такой вот с цепочкой. Его можно носить так же, как своего рода сумочку. Сейчас уберем. Вот. Вот. Вот такая вот сумочка внутри. Вот такая вот. Ну, буквально просто деньги положить, карточку. Цены здесь, посмотрим, написана ли цена. Или я ее уже оторвала, я не помню. Нет, цены здесь нету. Ну, в общем, хочу сказать, что я за нее заплатила примерно 70 евро. Не помню, 69, мне кажется. Потому что на нее была также скидка с цены Аутлета. Ну, и, в общем-то, мне, конечно, очень понравилась белая сумочка. Но я ее не купила по той причине, что уже недавно себе купила кожаную белую сумочку. А так вообще даже мне жаль, что я не взяла себе белую. Очень мне она понравилась. Просто очень. Ну, ладно, будет кошелек. Он, например, удобен, когда находишься в гостинице, да. И, например, на завтраке ходишь на обеды, чтобы с собой иметь, ну, так скажем, карточки, деньги. И самое необходимое, может быть, есть какие-то драгоценности, чтобы не оставлять в номере. Потому что я никогда не пользуюсь сейфами в номерах. Вот, поэтому самое такое драгоценное всегда, если выхожу из номера, ношу с собой. Ну, вот такой вот у меня кошелечек. Это больше кошелек, чем сумочка, да. Но его можно, конечно, одеть через плечо. И если вам надо в ресторан куда-то, да. То есть, если вам сумка, в общем-то, не нужна, то я считаю, что это очень хорошая альтернатива. Конечно, мне понравились две сумочки, два фасона, две разные, маленькие, которые. Это были именно сумочки, а не кошельки. Но из-за того, что я уже купила действительно себе, как вы видели в моем последнем видео, белую сумочку, то, ну, в следующий раз надо относить вначале эту, да. Хотя, после того, как я приехала домой, я, можно сказать, пожалела, что все-таки не купила себе. Потому что я бы купила, наверное, либо белую, либо красную, либо бежевую. Даже не знаю, там было несколько цветов одинаковой модели. Ну, ладно, будет вот такой вот у меня кошелек. Так что приобретения у меня тоже есть, хотя маленькие. Конечно, я не была только в магазине Кочинелла и Труссарды. Я была также в магазине Дольче и Габбана, Фурла, Зваровский. И в следующем видео я вам покажу обзор сумок Фурла и Зваровский, а также мои приобретения. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok